Здравствуйте на ИТВ Новости, с вами Инна Полуянова. Партнер нашего выпуска меховая ярмарка из города Кирова, 7, 8 и 9 декабря в Пушкинском кинотеатре Победа. Шуба из меха, головные уборы, подробнее в завершении выпуска. А теперь к новостям смотрите сегодня. Альтернатива бумаги. Современные технологии на ниве уплаты налогов. Время Ивантиевке, время наряжать ёлки. Шарики и гирлянды по науке, как дизайнер разрешил. Не ешь грушу, мутантом станешь. Как будет выглядеть человек через три поколения. Об этом многом другом прямо сейчас. Погибли люди. В частных домах по Трубниковской улице в дому пожара задохнулись два человека. И это не первая жертва огненной стихии за последний месяц, рассказывает Ольга Киселёва. Ничего не горело, ничего, всё нормально у нас здесь было в доме. Вот последний год, вот этот, всё, начинается катастрофа. Как полтергейс. Погибло два человека, сгорело два частных дома. И все эти несчастья меньше, чем за сутки. Два часа ночи человек сгорел в вагончике, и у нас начался пожар. Одновременно. Это совпадение? Вот вы скажите, и почему? Третий дом горит на улице, где дома на снос. 20-й дом по улице Трубниковской, дом на двух хозяев. Одна часть дома сгорелась днём. Предварительная причина – замыкание электропроводки. Пожарные приехали сразу же. Но спасти 90-летнюю женщину владелец участия дома не смогли. Как объяснил нам замначальника пожарной части, у женщины не было шансов выжить. В доме было сильное задымление. На этом трагедия не закончилась. Ночью мы легли спать у соседей, просыпаем, все горит и крыша. И горело с стороны терраски. Как оно могло, пошло возгорание с стороны терраски. Вот с того, когда начался пожар с этой стороны, а он начал с нашей стороны гореть. Выгорело все, что я не вытащила. А у меня в тот день вообще был шок. И дыма надышался, и давление. Что за твари такие? Пусть они будут прокляты. Кто это сделал? Я считаю, что это только поджог. Больше ничего. Когда огнеборцы прибыли второй раз на пожар, полыхало все. Стены, кровля, пол. Что удалось спасти, остается лежать и по сей день на улице, на снегу. Осталось ли что-нибудь внутри, пока неизвестно. Хозяева боятся заходить в сгоревшее здание. По чужим углам маюсь. Кто пустит на ночь, туда я бегу. Кто не пустит. Наталье Станиславовне обещали помочь в администрации города. 11 ноября ее проблему рассмотрит лично глава города. Ольга Киселева, Максим Винокуров, Наталья Нитова, ИТВ. Пока нам не удалось взять комментарий о причинах пожаров ни у сотрудников милиции, ни в прокуратуре. Позже мы продолжим эту тему. Настоятельные рекомендации. У ФНС России с 2002 года начала вводить новую систему отчетности. Телекоммуникационные каналы связи, а попросту интернет. Это новшество, которое упростит сдачу налоговых деклараций. Для кого переход на новую систему обязателен, а для кого желателен. В нашем следующем сюжете. Сдать электронную налоговую отчетность при помощи глобальной сети удобно и просто. Если на сегодняшний день в организации работает более 250 сотрудников, то предприятие обязано предоставить. В 2008 году налоговую отчетность только по интернету. В 2008 году уже численность превышающая 100 человек. Эти предприятия должны тоже предоставлять отчетность по каналам связи. Отчетность приходит в тот же день, что и была отправлена. Взамен налогоплательщику высылается квитанция о приеме декларации. При сдаче на бумажных носителях декларация проходит путь в течение 10 дней до карточки целового счета. То в данном случае она проходит путь в течение одного дня. Оперативность. Главный критерий при переходе на систему ноу-хау. К тому же с помощью электронной отчетности налогоплательщик может сдавать налоговые декларации в любую НФС любого региона страны. Более подробную информацию налогоплательщики могут получить в межрайонной инспекции номер 3 либо на сайте управления ФНС России по Московской области www.r50.nalog.ru Ольга Киселева, Максим Винокуров, Анна Белова и ТВ. Здоровое поколение с пеленок. Детская поликлиника подводит первые итоги работы с родовыми сертификатами. Талон номер 3 молодые мамы отдают в поликлинику и больница получает дополнительное финансирование. Куда идут деньги и что изменилось с вводом родовых сертификатов в поликлинике в сюжете Анны Пыльциной. Маленькую Еву разбудили, но она не плачет. У Евы важное событие в жизни. Сегодня ее в первый раз принесли на осмотр ко врачу в поликлинику. Еве исполнился месяц и у нее это первый плановый осмотр. Не хочет. Значит наивилась. Еву принимают по всем правилам. Когда малютку только выписали из роддома, при первом патронатном осмотре врач забрал у мамы родовой сертификат. Для детской поликлиники это новый документ, введенный национальным проектом здоровья, чтобы здоровье малышей первого года жизни было под надежной охраной. С нами в принципе еще ничего не делали. У нас первый осмотр только вот в поликлинике. Только вот посещение медсестры и один раз приходила врач, сама врач. И все в принципе. Родовой сертификат предусматривает для детей дополнительные осмотры врача-невролога, хирурга, стоматолога, окулиста и других специалистов. Это позволит на более ранних сроках выявить заболевание нервной системы, проверить зрение. Просто теперь это как бы включен в стандарт оказания помощи по приказам, и мы как бы не имеем права пропустить эти сроки. И маму будем постоянно подстегивать. Благодаря родовым сертификатам городская детская поликлиника с этого года получает дополнительное финансирование. Но в отличие, например, от роддомов, которые на дополнительные средства могут закупать новое оборудование, деньги в поликлинике идут только на прибавку к заработной плате врачам-специалистам, медсестрам-санитаркам. Конечно, кому будет неприятно, если зарплата повысилась. Но отношение врачей тоже стало более серьезным, я хочу отметить. Потому что, ну, по крайней мере, каждый врач знает, что если пришел ребенок до года, то ему действительно нужно уделить то внимание. Потому что, ну, посудите сами, да, если мы не уделим внимания, и мама заберет родовой сертификат, мы не получим повышение дополнения, вернее, в зарплате, естественно, кому это понравится. С этого года в детскую поликлинику мамы принесли более 500 родовых сертификатов. В Вантеевке появилось более полусотни маленьких жителей, за жизнь и здоровье которых отвечают врачи. Анна Пыльцин, Александр Девкин, Анна Белова. Новости города. Национальные проекты в действии. Вчера в Пушкино, в районном Доме культуры, состоялась региональная конференция по вопросам предупреждения распространения ВИЧ-инфекции и наркомании. Главврач Ивантеевской центральной городской больницы Евгений Ерохин благодарит за сотрудничество медиков, психологов, педагогов, волонтеров. Если еще два года назад Ивантеевка входила в тройку лидеров Московской области по числу ВИЧ-инфицированных, то сейчас ситуация значительно улучшилась. Пушкинский район был на втором месте. Сейчас замыкает пятерку. В целом по Московской области число ВИЧ-инфицированных сегодня приближается к 25 тысячам. В регионе сейчас ведется активная работа с ВИЧ-инфицированными. В Пушкинском районе действует специализированный центр борьбы со СПИДом. Отличившихся в профилактической работе на конференции награждают почетными грамотами. Слова благодарности прозвучали и в адрес Ивантеевского телевидения, освещающего вопросы борьбы с наркоманией и ВИЧ-инфекцией уже не один год. Татьяна Танченко, руководитель центра ЭКОС и учитель биологии в 6-й гимназии. Под ее началом ребята изучают множество современных проблем, касающихся окружающей среды и здоровья человека. Одна из них – генно-модифицированные продукты. Этой теме посвятили целый семинар. Представители школы города, Роспотребнадзоры и специалисты-биологи решают, есть или не есть продукты-мутанты. 1 октября на территории России действует постановление главного санитарного врача обязательной маркировки продуктов питания, которые содержат генетически модифицированные компоненты. Кажется, проблему можно не поднимать. Каждый решит для себя, есть или не есть генетически измененную пищу. Однако копья продолжают биться, особенно в среде юных исследователей, которые четко знают, как получаются продукты-мутанты. Геномодифицированные организмы – это растения-животные, набор генов которых встроен чужий ген. То есть скрещивают наследственную информацию о совершенно чужеродных видах. Геномодифицированные организмы – это растения-животные, набор генов которых встроен чужий ген. То есть скрещивают наследственную информацию о совершенно чужеродных видах. Картофели, бактерии, рыбы, помидоры. ГМИ – картофели, бактерии, рыбы, помидоры. Такой симбиоз даёт возможность, например, получить картошку, у которой ни за какие коврижки не станет есть колорадский жук. Несмотря на ее весьма презентабельный вид, человеческие же инстинкты сейчас больше ориентируются на рекламу. Только ни к чему хорошему покупка вечно румяных яблок и не черствующего хлеба не приводит. Сейчас многие опухолевые заболевания считают вирусом во происхождении, потому что вирусы, внедряясь в ген, изменяют его, и в какой-то момент слабое звено рвется, и у человека проявляется изменение в генах онкологическим заболеваниям. По мнению школьников, больше всего продукты-мутанты любят добавлять в чипсы, сухарики и газированную воду. И хотя хрустящее содержимое ярких пакетиков является основным лакомством современных шкалеров, последствия генной инженерии им не по нраву. Я ответственно отношусь к тому, что люди потребляют геномодифицированные продукты и считаю, что так как это прогрессивное явление, то каждое какое-то сильное явление есть как свои положительные моменты, так и отрицательные, о которых людям пока еще может быть даже неизвестно. И результаты потребления этих продуктов мы можем даже сейчас и не увидеть, а увидим через какое-то время, в следующем поколении. Подумать о следующем поколении призвали и участники конференции. Эксперименты на лабораторных мышах, которые питались исключительно геномодифицированной пищей, показали, уже третье поколение рождается с физическими отклонениями. Олег Квасов, Максим Винокуров, Анна Белова и ТВ. Дед Мороз, Снегурочка и Ёлочка – главные атрибуты новогодних праздников. Первые пока собирают письма для исполнения детских желаний, а вот ёлочку уже наряжают к празднику. Самая главная ёлка 2007-2008 на Первомайской площади. С неё начинают украшения городских новогодних красавиц. Всего их в городе пять. На неё уйдёт больше половины закупленных игрушек. К праздникам закупили практически всё новое – мишуру, декоративные конфеты и, конечно же, шары. Разные. Красные. Вот такие красные. Шарики. Синие. Белые. Шарики. Шарики. Жители Ивантеевки домашние ёлки будут наряжать намного позже, а пока оценивают работу коммунальщиков. Очень красивая. Нам очень нравится. Мы ждём с нетерпением Нового года. Жду с Дедом Морозом в гости. Первомайскую ёлку наряжают в этот год по-особенному, с дизайнерским подходом. Елена Баранова сама надевает шары в задуманном порядке. Сама придумывала эскиз «Мастер» на все руки. Шары по порядку – красные, золотые, синие, серебряные. Поверх узоры из мишуры. Помогают мастеру бригады комбината по благоустройству. Они привязывают к мишуре и шарам леску. Каждый год украшения закупают по новой, по вине жителей Ивантеевки. Тот, кто снимет, кто утащит в квартиру, тот же шарик, тот же метр гирлянды особой радости человеку не принесёт. А первоначальную красоту еле, конечно, теряет. Главную ёлку будут наряжать несколько дней, чтобы уж точно была новогодней красавицей. А вот огоньки на неё и иллюминацию по городу будут развешивать работники электросети, ближе к заветной дате. Гирлянды закупили 3 километра. Яна Чубарова, Александр Девкин, Наталья Леонидова и ТВ. Напоминаю, 7, 8 и 9 декабря в Пушкинском кинотеатре «Победа» меховая ярмарка из города Кирова. Шубы из меха, норки, каракули, бобра, андатры. Главные уборы с отделкой кристаллами Сваровски. Имеются все размеры для всех возрастов. Время работы ярмарки с 10 до 19 часов. Кировские шубы – это традиционно качественные меховые изделия за умеренную плату. На этом у меня все новости. Информации по выпуску ищите на нашем сайте www.ivanteevka.tv. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok